Следующий способ, который я хотел бы разобрать, это самый доступный, самый быстрый, самый актуальный на сегодняшний день, это студенческое ВНЖ. Что это такое? Как это работает? Вот в чем фишка всего этого направления? Фишка в том, что вы можете самостоятельно найти языковые школы, заключить с ними контракт, подготовить весь список документов, которые вам необходим, и самостоятельно подать и получить это студенческое ВНЖ. Мы сейчас с вами как раз разберем все нюансы, все моменты по студенческому ВНЖ, потому что эта тема достаточно большая, интересная, и есть два вида подачи. Либо вы приезжаете в Испанию, и здесь собираете все документы и подаетесь, либо вы подаетесь в своей стране. То есть, соответственно, собираете документы из Испании, также в онлайне все заключаете, контракты договора, и подаете все документы уже в консульство Испании на территории вашей страны. Первое, что нужно сделать для ВНЖ, студенческого ВНЖ, заказать справку о несудимости у себя в стране. Чем свежее будет справка, тем будет лучше. И обязательно на справке должна будет находиться печать апостиль. Важный момент еще, справка должна быть не в электронном виде. Справку лучше заказать в органах МВД, прийти в орган МВД и попросить заявку прям, чтобы печать поставили именно МВД. Тогда эта справка будет того образца, который необходим для подачи. Следующее, если вы уже находитесь не на территории своей страны, а находитесь на территории уже другой страны или уже в Испании, то вы можете обратиться к нам, и мы вам поможем сделать такую справку удаленно. Также с печатью апостиль, также заказанную в МВД придет справка, ну именно на ваше имя. Следующее, что я хотел бы сказать. Если вы заезжаете в Испанию не через первую страну, то есть европейскую, через Венгрию, допустим, через Францию, либо еще через какие-то страны, то прилетев в Испанию, вам нужно в течение первых трех дней сделать декларацию о въезде. То, что вы прибыли в Испанию в первые три дня. Вот этот момент тоже очень важный. Следующее, что бы хотел сказать. На момент подачи документов по студенческой визе, ваш шенген должен быть более 30 дней. Если менее 30 дней, к сожалению, не получится оформить студенческое ВНЖ. Имейте это в виду, смотрите на эти сроки, это очень важно. Еще хотелось бы что сказать. Смотрите, студенческое ВНЖ, когда вы получаете, допустим, по языковой школе. Первый год вы учитесь в языковой школе, второй год вы учитесь в магистратуре, и на третий год вы можете уже запросить визу для поиска работы. Либо, если у вас есть знание хорошее испанского языка, вы можете уже поступить в магистратуру и со второго года запросить визу для поиска работы. То есть возможность, вы уже начинаете, у вас есть уже возможность работать с первого года. Как только вы приехали и получили студенческое ВНЖ, вы уже 30 часов в неделю можете работать. С этого года испанское законодательство изменило правила. Раньше было 20 часов, сейчас 30 часов в неделю. Это практически уже полноценный рабочий день. Соответственно, если вы идете в магистратуру и со второго года вы уже полноценно можете найти себе работу и работать полный рабочий день. Продолжение следует...